Компания купила станок лазерной сварки гидролазер 1500 ватт напрямую у производителя в Китае. По какой-то причине пусконаладку производитель не выполнил. Или выполнил, но не полностью. У нас этой информации нет. К нам в техподдержку поступили эти видео и фото. А также вопрос от клиента. Прикупили лазерную сварку, не могу справиться, не провар. Линза новая, защитное стекло меняли многократно. Нет мощности. Гладит, но не варит. 4 мм. На 500 ватт просто чуть дольше будем держать. Можно добавить, конечно, мощности. Подобные аппараты, не этой фирмы, смотрел у других. Сварка 1500 ватт варит. На 750 ватт варит 3 мм. Пожалуйста, помогите разобраться. Проволока 0,8 мм. Углекислота. Сейчас просто проведем шов. Давай. Стоп. Мощность 1,5 кВт. Проволока даже не расплавлена. Она чуть-чуть держит шов. Вот он, да? Это он? Да. Проволока даже чуть-чуть расплавлена сверху. Мощность 1,5 кВт. Проволока 0,8 мм. Углекислота. Попытка приварить. Отломай. Металл не прогрет абсолютно. Просто нету провара. 1,5 кВт. Контакты выхода на источник питания. Показываем клавиатуру. Давай, Саша. 9,6 В. В принципе, как бы, вроде, более-менее нормально. Ну, ты клавиатуру мне показывал. Стоп, Саша. Стоп, подожди. Теперь ставим на, допустим, на 750, да? Стоп, это оно. Пополам. Саша, еще раз, снимай. Вот это, вот это видим. 4,5. Делит пополам. Все верно. Стоп. Саша, стоп. Пусть и стоп. Лазер включен. Аппарат включен. 2,2 А. Просто на холостом ходу. Теперь, включи, пожалуйста, подачу проволоку и без лазера. Проволока на ток, гоня, собственно говоря, не оказала. А теперь на 1,5 кВт повари мне. Есть? Варишь? Вари долго, вари. 18, 18,5, ну, 19 А. Из них 2 А выкидываем. То есть, лазер сейчас потребляет 16 А. Это при 100% мощности. Все. Все, Денис, хорош. Отключено.